Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я нахожусь в 3 километрах от своей землянки для того, чтобы понаблюдать за удивительными чудесами природы. Но я иду сегодня также в землянку, чтобы провести до зимы внутренние работы. На внутренние работы я рассчитал примерно 6-7 дней ежедневного хождения в землянку. Посмотрим, что из этого получится, а пока наблюдаю за рассветом и будем уже идти в землянку. Сейчас иду возле пруда. О, кросик какой-то. И пруд наполовину застыл. То есть на русле вода есть, а возле берегов, в всяких стоячих омутах, все застыло. Сейчас направляюсь в лесную кухню, посмотри, как там обстоят дела, а потом уже по пути зайдем в землянку. Совсем скоро уже застынет пруд полностью и можно будет пойти на рыбалку на жерлице. Это жерлицы показали в том году отличный результат, особенно в начале сезона. Это ноябрь, декабрь, ну и под конец тоже были небольшие щучки. Ну вот начинается уже сам пруд. Вот начинается местность, где у меня есть лесная кухня, а собакель все бежит за мной. Он с ошейником. Не знаю, что это. Посмотрим, что у нас стало с привыклом. На лёд я вступать ни в коем случае не буду, потому что лёд что-то, он и опасный. Ну вот такая вот тут красота. Ну вот лесная кухня как была, так и осталась, только скамейка моя, лавочка не... Ну, она упала, столик стоит, а собакель все за мной ходит. Не знаю даже, что с ним делать. А постараюсь на обратном пути его вернуть в то место, где он меня нашёл. Как оказалось, этот хтос умеет распознавать команды и сидеть, и взять. Он сидит и бегает за бедкой, мячиками и тому подобное. А сейчас всё идёт за мной. Эта собака оказалась очень добрая и дружелюбная. Что-то очень засветов много в камере. Сейчас немножко экспозицию вот так вот сделаю. Потому что баланс белого на камере не так хорошо настроен. А вот так уже более-менее. Подходим к землянке. Припорошила всё снегом. И какая-то опять же записка. Ну, хотя, может быть, это та же самая. Сейчас я её посмотрю. Будем заходить в землянку. Тут у меня лежала лопата. Лопата как лежала, так и лежит. Никто не заходил. Ну, зайти в землянку, что ли? Посмотреть, что у нас в землянке. Пойдёмте. Заходим. Тихонечка. И у нас всё в порядке. Точнее, здесь течёт, потому что здесь тепло. На улице минус. Здесь тепло. Здесь плюсовая температура. Надо бы термометр купить для того, чтобы мерять. А сидушка сухая. Сырой столик из-за того, что тут течёт вот эта глина. Эта стена сухая, а эта опять же по-прежнему сейчас сыраем. Ладно. Будем разводить костёр. И я думаю, уже будем работать. Сейчас буду приступать к выводке вот этих вот всех. Весь грибок убрать. И с этой тоже стороны весь грибок надо убрать. Еле как рожок огонь, костёр. Потому что брёвнышки сырые. И пришлось их раздувать. Думал, собака уже убежала домой. Но, оказывается, нет. Она так и здесь. С итогом всех работ я очистил немного от плесени. От грибка, конечно, остались вот такие вот места, где не добраться топором. Но добраться можно ножиком. То есть здесь вот немного убрал. Здесь, с потолка чуть-чуть. Эта сторона вообще без грибка, считай. Поместил, перенёс все кирпичи сюда. То есть печку я разобрал. Вместо печки я поставил пока вот такой вот железный лист. Тут лист. А там, получается, накидано земля. Сейчас, думаю, буду пить чай. И ещё что ему делать. На день, я думаю, оставлю... То есть до завтра я оставлю вот так вот открытую дверь для того, чтобы здесь всё просушилось. Потому что иногда забываю выходить. А когда ухожу, забываю закрывать... А закрывать дверь из-за этого здесь вот так вот становится сыром. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня я убрался в землянке, сделал небольшой порядок, разобрал старую печь и буду уже в следующем видеоролике делать новую печь. Со мной пришла сегодня вот такая вот собака, по пути откуда-то взялась и так и не уходит. И пойду домой по тому же самому пути для того, чтобы увезти эту собаку. Пока я жду собаку, хотел бы я рассказать о том, какие планы дальше у меня по землянке. Надо ее улучшать, надо в ней работать, чтобы она приносила какую-то пользу. А просто так, чтобы она стояла, это тоже не вариант. В ней нужно будет сделать свет. Также в ней надо, сделаю в следующий раз полы. Нужно будет, когда снег выпадет, вот говорят, завтра должен выпасть снег. И, возможно, приду на волокушах и принесу, ну, буду искать материал для пола. Пол нужно будет сделать для удобства хождения. Совет провести, сделать печку. Нужно будет где-то, либо сварить бружуйку, либо сделать, как сказать, либо сделать кирпичную печь. Замешать глиняный раствор и тому подобное. Также нужно будет сделать, я не знаю, что еще можно будет сделать. Нужно будет сделать полочку. Нужно будет сделать стол нормальный. И, ну, в общем-то, уже по внутрянке будем делать сам. Пойдемте. Дойдем до этого места. А последний раз я был там месяц назад, и то я был там ближе к вечеру, когда было темно. Сегодня думал идти, не идти. Хотел взять с собой волокуши, для того, чтобы принести материал. Какой-никакой. Хотя бы. Но снега не было, и поэтому пришлось без волокуш. Завтра, может, с волокушами было. В этот лес, то есть здесь недалеко лес, это лес ивовый. Здесь, по большей степени, обладает ива. Пиво, ель, немного есть. Ну, там ряд ели, ряд. Ну, то есть, вот, ряд ель, ряд ива. Ряд ель, и опять ряд ива. Снег под ногами очень классно шуршит, скрипит. Этот лес можно назвать живым, потому что он реально извивается. Вот началась уже вот эта полянка небольшая, где как раз-таки все это дело происходило. Ну, вот, здесь брыгнул. Брыгнул, кстати, нормальное, не пирхлявое. Здесь бревнышки. Вот береза. Береза, в которой я раньше добывал сок. Даже где-то дырки оставались. Вот. И вот. Вот здесь вот стоял балаган. Были козлы вот такие. Но это все старое, это все было в прошлом. Сейчас все по-другому. Вот такая вот платформа. Пойдемте обратно. Смотрим, что у нас. Как дела с Техстром. Вот здесь шла лис собака. Ему все надо сделать превью. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забываем ставить лайки. Подписываться на мой канал. Всем пока.